В камуфляже, с маской на лице и с оружием в руке. В таком виде молодые люди по всей стране называют себя партизанами. Видео с их участием можно найти в интернете. Судя по этим кадрам, можно подумать, что они проходят военную подготовку. Активисты же называют это спортом. И таким образом они пропагандируют здоровый образ жизни. Так утверждают и эти мужчины 30 лет. Сегодня они на скамье подсудимых. Их обвиняют в экстремизме. По версии прокуратуры, созданное сообщество «Партизан-Череповца» объединяло молодежь, которая негативно относилась к представителям других национальностей – пьяным и бомжам. Свою позицию молодые люди высказывали на страничках в социальных сетях. На протяжении нескольких лет десятки череповчан проходили своеобразную полосу препятствий на тренировочной базе в Череповецком районе. В 2015 году их задержали. При обыске у Максима Арасланова нашли револьвер и патроны. А в компьютере обнаружили видеоролик и фотографии, которые эксперты признали призывающими к низложению государственной власти. В деревенском доме матери Игоря Базанова, второго подсудимого, сотрудники правоохранительных органов нашли гранату, обрезы ружья и пистолета-пулемета времен Второй мировой войны. Страна обвинения попросила суд приговорить Арасланова к шести годам лишения свободы, Базанова – к пяти. Мужчины с таким обвинением не согласны. Они утверждают, что не поддерживают националистические взгляды. По словам свидетелей, членов сообщества «Партизан Череповца», они действительно снимали свои занятия на камеру и выкладывали их в интернет. Оружие использовали в качестве антуража. Некоторые череповчане, которые наблюдали за ходом процесса, считают, что Арасланов хотел набрать популярность в социальных сетях. И ни о каком общественном и тем более государственном перевороте речи быть не может. Сегодня суд постановил, что многие показания свидетелей ложные. По некоторым статьям подсудимых оправдали. Суд заключает из обвинения Раслана в последнем предлоге, что он действовал в интересах стимистского сообщества. В суде не установлено, что Раслана создал и руководил как совместное сообщество. Суд, правда, Базанова по части 2-й, 282-й, ему корректируется за суд, не выяснился, ставил преступление, так как в ходе судебной стене не установлено, что Базанова входил в стимистическую сообщество и действовал в интересах этого сообщества. За незаконное приобретение и хранение оружия, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Максима Арасланова отправили в исправительную колонию общего режима на 4 года. А за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет ему придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. В то время как максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 6 лет. Было ему предъявлено обвинение по 4 статьям обвинения. По одной он оправдан. Это организация экстремистского сообщества. Значит по 280 части первой призывы экстремистского характера там прекращено в связи с течением с рукодавностью уголовного преследования. И по двум эпизодам вот получается что год добавили. Игоря Базанова обвиняли в руководстве экстремистским сообществом. По этому пункту суд его оправдал. Мужчине придется ответить за умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также за незаконное приобретение и хранение оружия. Базанова приговорили к 3 годам колонии поселения. Татьяна Жданова, Егор Плюсни, Новости.